Приветствую вас, и в первую очередь, с точки зрения психологии, вам нужно с собой разобраться в контексте комплекса. То есть, как они возникли, на фоне чего они возникли, что вы думаете по поводу них и так далее. Здесь в первую очередь хочется сказать, что у вас есть некие, ну некие ложные понятия, ложные представления о том, какой, например, должны быть вы. И ложные представления о красоте. Вы считаете, что то, какая вы есть, это неприемлемо для вас. Вы считаете, что ваша миниатюрность является чем-то дурным, чем-то ужасным, чем-то плохим. Хотя, на самом деле, это, скорее всего, скорее всего, не так. И самое, что интересно, это то, что вы почему-то так считаете. Вы почему-то полагаете, что вы вот, ну, что вы вот такая, что вы не должны быть такой и так далее. И думаете мне, что это первое направление, в котором вам необходимо двигаться самой. Вне зависимости от того, что будет у вас с вашим мужем, вне зависимости от того, что будет у вас дальше с мужчиной и так далее. Проблема комплексов, проблема комплексов есть. И от нее нельзя отмахиваться просто так. То есть просто взять и отмахнуться от нее нельзя. Это было бы, ну, мягко говоря, недальновидно. Мягко говоря, недальнозорко. Поэтому здесь момент именно такой. Как я понял, комплексы у вас были еще до встречи с мужем. И, соответственно, здесь проблематика своя. Почитайте в этом, в этом контексте книжку «Я умею прыгать через лужи». Она есть в интернете, ее можно почитать. Соответственно, после того, как вы ее прочтете, ну, полагаю, можно будет уже... По-моему, даже во время чтения, если у вас будет желание, можно будет уже на эту тему пообщаться, на тему комплексов. То есть поймите, что ваше восприятие себя отражается на отношениях с мужем в том числе. То есть это не может не отражаться. Дело в том, что если вы себя не принимаете, то муж чувствует и, соответственно, не чувствует, что рядом с ним уверенная в себе женщина. Она чувствует, что она не уверена в себе и, соответственно, так же, как и вы, у него может падать либидо. Вот. То есть мужик, конечно, ответственности я не снимаю, вот, но, тем не менее, вы о своей ответственности не говорите. Далее, по поводу того, что произошло. Ну, помимо того, что это следствие, следствие этих проблем, помимо, совершенно непонятно, почему вы поверили подруге, почему вы поверили тому, что она говорила, почему вы поверили третьим лицам вообще. То есть, ну, как правило, третьим лицам, они преследуют вообще свои цели и у них свои, как бы, интересы в этой ситуации. Вот. Поэтому для меня несколько неясно, почему вы столь безапелляционно поверили своей подруге. То есть, да, она может быть, может быть, она ваша подруга. Но, с другой стороны, даже если она ваша подруга, то равно не стоит в личных отношениях слушать кого-то других. Кого-то другого, в том числе, даже не стоит слушать ваших родителей. Это ещё один момент, почему вы поддаётесь на, например, провокации или рекомендации ваших родителей. То есть, если вы считаете, что подобное поведение, например, неприемлемо, то оно неприемлемо. И никто, в том числе и ваши родители, не могут на это повлиять. Что происходит сейчас? Вы под давлением своих родителей принимаете мужа, но в итоге ходите несчастные. Кому от этого лучше, непонятно. Абсолютно. То есть, здесь, опять же, можно разобрать ваши детско-родительские отношения и то, какое место они, то бишь, ваши родители, занимают вашей жизнью и почему они так влияют на ваше личное поведение, ну, на вашу семью. Именно на вашу практическую семью. Далее. С мужем обязательно стоит поговорить и всё ему рассказать. Если он понимает проблему, если он хочет проблему решать, то, соответственно, вам вместе стоит обратиться к психологу для решения проблем как его, так и ваших. Если нет, то, соответственно, вы тоже обращаетесь к психологу для решения своих проблем с комплексами, потому что я полагаю, что родители вас либо гиперопекали, либо контролировали, вследствие чего вы недостаточно самостоятельны. И далее вы уже примите решение, либо вы будете с мужем, если любите его, либо нет. Отдельным пунктом идёт вопрос, почему в 20 лет у вас уже ребёнок и почему вы, на что вы вообще ориентированы, да, то есть на семью, если да, то почему именно на семью, то есть что вы чувствуете, чего вы хотите. А если на что-то другое, то, соответственно, с чем связан тот факт, что вы в 20 лет, ну, по сути дела, занимаетесь воспитанием маленького ребёнка вместо того, чтобы, например, учиться там, или, ну, учиться, да, и как-то вот развиваться самостоятельно. То есть, вопрос в том, насколько вы готовы, насколько вы готовы, ну, быть мамой, и насколько вы готовы быть женой. Женой тем более, с учётом того, что у вас есть комплексы. Вот. Также отдельный вопрос, почему у вас до сих пор гражданский брак, то есть почему вы не узаконили свои отношения, хотя у вас уже есть дети, и, в общем-то, два года вы вместе. То есть это тоже очень важный момент. И, как мне видится, у всего этого есть одна такая причина, да, это причина в том, что вы недостаточно ценностно относитесь к себе. То есть вы не ценностно относитесь к себе. И из-за этого вся ситуация получается, и мужчины, и родители, по сути дела, навязывают вам свои какие-то условия, свои какие-то желания, и, в итоге, вы несчастливы. Вот именно этот негативный вектор поведения можно и нужно корректировать. Вот. Вы спрашиваете, как вам быть? Как вам быть, чтобы что? Знаете, вопрос, как мне быть довольно неопределённым? Вы хотите чего? Если сохранить семью, это одно. Если избавиться от комплексов, это другое. Если, например, быть счастливой, это третье. Вот в зависимости от того, чего вы хотите по-настоящему, в действительности. Вот. И в зависимости от этого и будет продвигаться работа. Как вам быть, это значит, чтобы сказать вам правильное решение в этой ситуации. Но правильное решение может быть правильным только с вашей точки зрения. Только с вашей позиции. И чтобы понять вашу позицию, нужно опять же, опять же, с вами более тесно пообщаться и более тесно поработать. Понимаете? Понимаете? Вот. И может быть, чтобы понять, как быть, нужно убрать блоки в виде комплексов, в виде родительского сценария, который на вас имеет влияние. В виде неуверенности в себе, что заставляет вас прислушиваться к подруге. Я бы даже сказал, что не доставляет вас, а неуверенность в себе, которая стимулирует вас прислушиваться к подруге. Значит, работа с ответственностью. Да? То есть, именно ответственностью на себя вы берете за то, что происходит. То есть, в том, что сделал муж, в том, что произошло, вы оба несете ответственность. И вы половину этой ответственности несете. А пока вы ведете себя так, как будто только муж во всем виноват. Это не есть конструктивная позиция, по крайней мере для того, чтобы вести нормальный взрослый диалог. Так что, сначала определитесь с тем, чего вы хотите, какие ваши желания, на что вы ориентированы. После этого уже можно будет говорить о том, как к этому прийти. Вот. Я полагаю так, можно ответить вам на ваши вопросы. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.